Всем привет! Вы на канале Захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм. Всем привет! Рада вас снова видеть на моем канале Захотеть похудеть. Я этот выпуск специально придержала именно перед выходными. Сегодня покажу пример меню того дня, когда у меня присутствует загрузочный обед. Именно вот такие вот загрузочные обеды, когда я готовлю то, что мне хочется, помогают избегать срывов. Еще вот что я заметила на своем опыте, благодаря вот таким вот загрузочным дням, назовем их так, когда мы что-то себе позволяем лишнее, не только ты избегаешь срывов, но еще и практически отсутствует стадия оплата. В любом случае, когда человек, вот к примеру, теряет большое количество килограмм за месяц, это более 5 килограмм, как бы нормой считается 4-5 килограмм. Там ходит как вода, так и жировая ткань. Но если человек находится на более жесткой диете и теряет за месяц 6-7 килограмм, то наступает очень быстро такой период, когда вес становится, и его ну никак нельзя сдвинуть с мертвой точки. Так вот, чтобы этого не происходило, даже если вы много занимаетесь спортом, если вы ограничили килокалории и худеете в интенсивном темпе, попробуйте вводить вот такой вот загрузочный день, хотя бы один прием пищи, вот загрузочный обед, это лучше всего, потому что если загрузишься на ужин, то процесс похудения также может остановиться. Но благодаря тому, что раз в неделю ты свой организм подкармливаешь, таким образом как бы обманывая его, он не боится расставаться дальше с лишними килограммами, и стадия плата не наступает. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, прекрасных выходных, мирного неба, и увидимся! Сегодня на завтрак у нас будет смузи из банана и яблока. Калорийность нашего завтрака составляет 240 килокалорий, и в смузи я использовала 200 грамм банана и 100 грамм яблока. Сейчас буду готовить Гордиан, это и есть, кстати, настоящее мясо по-французски, а не то, к которому мы привыкли, что это далеко не свинина, которое потом накрывается луком, грибами и майонезом, мясо по-французски, маринуется, вот здесь вот у меня 1,3 кг мяса черного быка, или можно брать говядину, затем бутылка красного вина 750 мл, соль не добавляется, 3 лавровых листа, затем веточка розмарина, чабрец, 5 морковок и 3 луковицы. Сейчас нужно будет выловить отдельно мясо, обсушить его и потом обжарить. Вместе с луком морковь не обжаривается. И сохраняем вот этот вот маринад, потому что в нем и будет тушиться мясо. Кстати, если вы купили, вот бывает говядина очень жесткая, то вот это вот прекрасный вариант, он аромат стоит как от шашлыка, очень вкусно получается. И мариновала я вчера где-то в 6 вечера, залила все это, порезала, поставила в холодильник. Буду делать в мультиварке на медленном огне, если будете готовить на плите, и примерно 3-4 часа занимает. Потом где-то в половине тушения, когда соус начнется густевать, необходимо добавить немного соли и за полчасика до готовности добавляются оливочки по вкусу. Стало отделять мясо, вот так вот я его выкладываю на бумажное полотенце, буду прослаивать в несколько слоев, потому что мясо должно быть сухое перед обжаркой, и обжаривается на оливковом масле. И забыла сказать, что еще 3 зубчика чеснока добавляется в маринад. И если кому интересно, вот Гардиан готовится это мясо Бюф Бургиньон, можно брать говядину, и если вы берете мясо черного быка, называется Гардиан Дютуру, но это в основном у нас здесь на юге готовится оно, это блюдо региона Камарг, подается с рисом, который произрастает в этом регионе. И перевод вот этого блюда Гардиан Дютуру, Гардиан это пастух. И получается пастух, блюдо из пастуха. Ну, конечно же, это не пастуха, это только бычок. Уже отделила лук, отдельно у меня осталась морковь с пряностями и с вином. И сейчас буду обсушивать мясо и обжаривать. Мясо подготовлено к обжарке, как видите, я его полностью обсушила от винного маринада. И имеет оно вот такой вот цвет, как свекла фиолетовая. И когда приготовится, что мясо, что соус будут практически черными. Но пусть вас это не пугает, цвет меняется, но из-за приготовления вина получается очень вкусно. Так, оливковое масло, сейчас наливаю на сковородочку и буду обжаривать. Вот для Гардиан я покупаю в основном вот такой вот таких бочонках. Здесь 3 литра и стоимость такого вина за 3 литра 26 евро. Оно прекрасно подходит как для соусов, так и для маринадов. Когда мясо обжаривается, я уже перелила соус и овощи в мультиварку. Добавила 2 гвоздички. И сейчас поставлю для того, чтобы соус подогрелся. Обжаривать мясо не нужно, только чтобы оно подзолотилось с обоих сторон. И уже я добавила лучок. Как только лучок станет мягким, можно будет перекладывать к соусу. Как раз мясо обжарилось и у меня закипел соус. Сейчас при открытой крышке нужно будет протомить мясо минут 10, для того, чтобы выпарился алкоголь. И потом закрываю чашу мультиварки и забываю про мясо на целых 3 часа. Если будет недостаточно, то время приготовления можно добавить. Открыла большую банку с оливками. Это испанские оливки с Испанией мы привозили. И они без косточек уже. Хотя в ресторане почему-то добавляют оливки с косточками. Надо будет у Артура спросить, может это принципиально для этого блюда. Но у меня без косточек. Оливок я буду добавлять много. У меня эта банка насколько 800 грамм. Добавлю где-то треть баночки. Я люблю оливки в Гардиан. Они такой особый терпкий вкус придают соусу. Получается очень вкусно. Ну вот и все. Прошло 4 часа сегодня. Обычно я тушу где-то 3, около 3. Сегодня, видать, бычок был примерно моего возраста. Поэтому тушила 4 часа. Но мясо протушилось очень мягкое. И подлив очень вкусный. Сегодня на ужин у меня будет овощное рагу. Его я готовила из баклажан, моркови, сладкого перца, лука и томатов. По принципу кабачковой баклажанной икры. Рецепт у меня есть на канале. Если хотите приготовить по моему рецепту. Но можете сделать и по своему. Кстати, ее я приготовила на 3 раза. Сегодня вот это будет одна порция. И что осталось, поделю на 2 части, уложу в пластиковые лоточки и поставлю в морозилку. Потом уже у меня будет готовый ужин. Можно, конечно, готовить ежедневно, но мне так намного проще. Так, затем будет кусочек хлеба весом 20 грамм. Затем зеленый чай с манго и абрикосом. Кстати, если у вас есть хлебцы, можете использовать и хлебцы. Но, естественно, чтобы по калориям и по весу они не превышали наш дневной рацион по калориям и по весу. Всем желаю хорошего вечера, хорошего настроения, эффективного похудения. И встретимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok